Привет, любители сноубординга, скейтбординга и прочих активностей, а в общем-то просто друзья нашего сквата. В этом выпуске решили поговорить про гарантию, потому что вопрос такой всегда насущный, и толком, как оказывается, никто не знает на него ответа, там даже в наших магазинах ребята, кто работает, не все понимают, как что работает, а уж наши покупатели и подавно мало что смыслит, как вообще работает вся эта система. Поэтому сейчас немножко про систему, то есть как у нас все работает. Есть официальный поставщик в страну, он оптовыми партиями товар распределяет по магазинам, магазины уже продают конечному покупателю. При обращении по гарантии цепочка обратная, то есть человек, покупивший какую-то вещь, приносит ее в магазин, магазин уже обращается к поставщику, они решают вопрос о гарантии замене или не замене, или каких-то возвратах денег. В общем, решают этот вопрос, и покупатель получает ответ. То есть это к тому, что не надо сразу же писать, обращаться, вот я купил там-то, и мне отказали, и обращаться непосредственно в представительство, если еще найдете это само представительство. А так, если вам в магазине отказали, то, скорее всего, ребята знают, что делают, и вряд ли представитель вам что-то другое ответит, и, скорее всего, этот ответ тоже согласован уже с представителем. Важный момент – нужно сохранять чек. Чек или хотя бы какую-то, я не знаю, можно фото-чека сделать, можно какую-то, если нет чека, какую-то, не знаю, накладную, товарную. Ну, в общем, что-то, чтобы подтвердило, что вы приобрели эту вещь именно в этом магазине, потому что зачастую это решает очень сильно проблемы, потому что при гарантии, естественно, вы должны доказать, что вы купили именно это здесь. Сейчас, как вы знаете, у нас куча интернет-ресурсов, которые продают товары, привезенные за границей. Соответственно, если люди получили где-то там в какой-то заграничной стране деньги за тот товар, который вы в них приобрели, то почему за это должен отвечать дистрибьютор этого бренда в России? Правильно? Он за это ничего не получил. Соответственно, вы должны доказать, где вы приобрели тот или иной товар. Это следующий момент. Просто фотографируйте чек на свой телефон и не теряйте его. Как происходит, так скажем, решение спорных моментов? То есть, если гарантию сразу признают, например, в магазин вы купили, например, в интернет-магазине, вы, естественно, просто пишете в этот интернет-магазин письмо, потому что всегда есть какая-то ссылка, которая принимает претензии, присылаете туда фотографии, заполняете какую-то форму. Если вы купили товар в интернете, вы, естественно, у них будете в базе данных. Соответственно, тут вообще без проблем, тут даже можно чека не иметь. То есть, всегда записи о продажах интернет онлайн всегда есть в программах, никаких проблем с этим не будет. Вы просто присылаете фотографии. По фотографиям как минимум решается вопрос. Если какой-то вопрос более сложный, то придется, скорее всего, прислать вещи уже на экспертизу специалистам, чтобы посмотрели либо представители бренда, либо действительно, если это какой-то спорный момент, то нужно в какую-то экспертизу его отвести. Ну и давайте теперь посмотрим, как на каких-то конкретных примерах, как что работает. Сначала давайте про сноубординг. Есть очень, например, вот прокрепление. Есть такая штука, как пожизненная гарантия. То есть, многие бренды, ну как многие, не многие на самом деле, таких брендов два или три, которые дают пожизненную гарантию на крепление. И то даже не на все крепления, на какие-то части, которые, ну как правило, не подвержены большим, так скажем, проблемам. Это вот платформа, да. То есть, обычно говорят, у нас пожизненная гарантия на платформу, на пяточную дугу. И все. Но платформа, на самом деле, она настолько редкая поломка. То есть, это самая мощная, самая крепкая вещь в креплении, это платформа. Поэтому, чтобы она сломалась, это должны быть какие-то либо стечения обстоятельств, либо действительно это какой-то брак, который был уже заранее каким-то образом на фабрике, ну, заложен, да. Но не специально, конечно. Ну, вот, например, у меня в руках крепление АПО, Dual Enter, да. Уже давно этого бренда нету. И у них вот какая-то одна из партий вот этих вот красивых цветных креплений была с бракованной платформой. То есть, тот материал, из которого он сделал, но он достаточно часто ломался. Ну, в общем-то, мы не то, чтобы их много продавали, но несколько креплений были бракованы. Естественно, мы их поменяли, потому что, ну, такого быть не должно, да. Но АПО при этом не давало никакой пожизненной гарантии на платформу. К нам просто обращались покупатели. И если там у нас есть какие-то запчасти, а они есть, то мы спокойно меняли. И даже вот сейчас там ребята некоторые обращаются по старым креплениям АПО. Какие-то узлы, что-то ломается. У меня до сих пор остались эти запчасти. Я им просто бесплатно их отдаю. Там, ну, можем даже прислать, если найдется нужная запчасть. То есть, любой, так скажем, это еще один такой общий момент. Любая проблема, которая у вас возникает с чем-нибудь, там, не знаю, крепление, одежда, ну, в общем, любой вопрос по гарантии. Вы лучше обратитесь, не стесняйтесь. Не надо, так скажем, может быть, питать каких-то излишних надежд, но любой вопрос мы попытаемся решить. Если у нас есть запчасти, если у нас есть какая-то возможность дать какой-то совет, где это, как можно отремонтировать, если это не гарантийный случай, мы всегда попробуем вам помочь. То есть, даже если эта гарантия уже закончилась, то есть, вот, например, не знаю, какой-то наш бренд взять, крепление, например, КЛЮ, да, новые наши, они дают гарантию год на крепление, ну, на, так скажем, на все. Но год это не значит, что вот год они рассыпятся, скорее всего, они не рассыпятся, потому что крепления качественные. И если вдруг что-то через год случится, то у нас есть запчасти, мы вам их отправим, если вы живете далеко, или вы там договоримся, где вы можете их забрать. Дальше, что касается креплений, да, то есть вот на вот эти вот все зубчатые штуки, никаких гарантий, естественно, вам никто не даст, потому что они ломаются, ну, как семечки, и просто из-за того, что вы на них наступаете. Поэтому, в общем-то, тут только ваша аккуратность поможет. Хайбэк, да, ну, здесь такой он специфический хайбэк, да, когда тут из него выстегивается, он легко закрывается, а так, если хайбэк фиксированный, на хайбэк обычно тоже гарантии никакой нет. То есть, почему может сломаться хайбэк, да, там, кто-то вам чем-то ударит, там, или вы куда-то въедете, или, кстати, есть такая штука интересная, вот если низкая креселка, да, вот вы садитесь, выстегнули заднюю ногу из крепежа, а хайбэк у вас стоит вертикально. Вы подходите в очереди к этой креселке, ну, такая длинная креселка, туда сразу 6 человек садится, у вас заднее крепление находится под креселкой, креселка низенькая, там не почистили снег, креселка опускается, когда все 6 человек сели, ломает вам хайбэк. Это тоже не гарантийный случай, поэтому на хайбэк, скорее всего, никакой пожизненной гарантии у вас не будет. То есть, пожизненная гарантия – это клево, это здорово, это хороший маркетинговый ход для брендов. Не все такое себе могут позволить озвучивать, да, но, как правило, они, ну, большие бренды, все какой-то там пожизненную гарантию раздают. Но, опять же, это то, что, что называется, пожизненная. Они пишут, что это ограниченная пожизненная гарантия. То есть, это не значит, что вы с этим креплением там, или с этой курткой, или с этим сноубордом, да, ваши, извиняюсь, не дай бог, конечно, могилы доживете, и вам все время будут их менять, и так далее. Конечно, нет. И скажу вам так, что на самом-то деле, по, именно по гарантии, по вот заводской, да, заводского брака, поломок очень мало. Как правило, любой брак определяется практически сразу, да, при визуальном осмотре либо уже в магазине, либо при каком-то двух-трехнедельном использовании. Обычно, ну, вот, например, наш магазин, сквот, мы пишем, что гарантия 60 дней. То есть, в принципе, практически любая вещь определяется, есть ли в ней какой-то дефект или нет, за 60 дней это определить легко. Если вы купили какую-то вещь, например, там, в конце сезона и не использовали ее, да, то есть, понятное дело, что 60 дней пройдет, но, в общем-то, мы постараемся поддерживать не только свою, да, так скажем, внутреннюю вот эту российскую гарантию, то, что мы официально предлагаем, но мы поддерживаем еще и гарантию у производителей. У всех она бывает разная. У кого-то год, у кого-то два, у кого-то три. Ботинки. По ботинкам, в общем-то, тоже все достаточно просто. Обувь мы покупаем достаточно часто. Это касается гарантии аналогично не только сноуборд-ботинков, но и каких-то любой другой обуви, в которой вы просто ходите. То есть, шнурки – расходный материал, да, на шнурки, естественно, никакой гарантии никто вам не даст. Какие-то внешние порезы, которые визуально определяются, как порезы, то есть, например, на сноуборд-ботинках, если вам кто-то проехал кантом, дал по носу ботинка, то порезы – это, конечно же, не гарантия. У ботинок какие бывают гарантийные случаи? Это, скорее, где-то что-то расслаивается по швам, расходится, то есть, прошито плохо, либо что-то криво сшито, ну, о каких-то таких тривиальных вещах, как там отсутствие стелек в ботинках или разного размера вкладыша, мы, конечно, не будем говорить, это тут все понятно. Какие-то более сложные варианты рассмотрим там, ну, типа там отклеилась подошва, там что-то где-то отрывается, или вот здесь сложный вопрос крепления ботинки с боа. Один момент, офф-топик, да, мы сейчас вот показываем какие-то вещи, они принадлежат каким-то брендам, это не значит, что это бренды хреновые, это просто вот попалось, те бренды попались с тем браком, вот они где-то у нас тут валялись, лежали, сохранились, чтобы вам продемонстрировать, мы взяли их. Вот тут интересный вариант с боа, да, у боа есть своя гарантия, которая поддерживается самим производителем, и, в общем-то, если вы купили какую-то вещь, не обязательно, ботинки, может быть, что угодно, с креплением боа, и что-то у вас тут сломалось, причем, опять же, очень часто эти боа, вот здесь вот отвалился, да, это само колесо, это, скорее всего, случается от того, что люди где-то задевают чем-то, это, ну, боа не очень, в этом смысле, прочная вещь, потому что где-то вы что-то задели, или кто-то вам стукнул, может сломаться, да, то есть, если что-то может сломаться, то оно может сломаться, и вам понадобится какой-то ремонт, но боа дает гарантию на все свои вот эти штуки, вы просто пишите письмо в боа, заходите на сайт, естественно, там на английском языке, к сожалению, на русском языке они не работают, но переводчик онлайн вам в помощь, я думаю, вы все справитесь, там можно заказать бесплатно, опять же, на боа какой-то есть срок гарантии, для этого нужно будет им предоставить какой-то чек, там, да, что вы где купили, ну, в общем, да даже купить просто боа, это не очень дорого стоит, этот комплект, набор для ремонта боа, может быть, даже стоит вообще его просто купить, чтобы он у вас был всегда в запасе, потому что, если вы поедете на какой-то, к примеру, какой-нибудь сплитборд-трип и в какие-то дальние места, где вы просто, ну, никак не сможете ничем починить, то лучше, конечно, что если такой наборчик у вас будет с собой, ну, и такой наборчик, конечно, успешно заменяется, просто армированным скотчем в какие-то моменты. Теперь по сноубордам. Со сноубордами тоже, в общем-то, все достаточно просто, гарантия обычно производителям озвучивается, может быть, год, может быть, два, может быть, на некоторые бренды три, пожизненную гарантию, естественно, никто не дает, потому что крепость вашей доски зависит очень от многих факторов и вплоть до того, что где и как вы ее храните. С досками проблемы обычно такие, то есть, большинство обращений, которые я видел, это либо расслоение, да, вот просто, когда расслаиваются слои вот этого сэндвича досок, ну, или у лыж. Любой бренд поддерживает такие вещи, и если доска в течение, там, да, трех лет, обычно три года считается с даты выпуска сезона, да, то есть, с начала сезона, то это все по гарантии меняется. Но есть вот еще, есть некоторые тонкости, это, наверное, больше, даже еще более частое обращение, когда доска сломана где-то, нос доски, да, там, перед креплением, нос доски, вот как вот, в частности, вот на этой доске, тут явно человек просто при приземлении что-то не докрутил, упал на нос, там, или на хвост, и просто доска сломалась, то есть, вот здесь треснул, прям, видно ламинат верхний, скорее всего, судя по излому, сломалась и внутреннее дерево, внутренний этот кор, соответственно, такая поломка, как правило, это не является браком, да, то есть, это ваше неумение кататься, вы неудачно приземлились, да, бывает, но какая тут гарантия, вы, не знаю, на машине в столб въехали, кто-то вам по гарантии ремонтирует, наверное, нет, это может быть только страховка, вот этот вот великолепный бренд эту доску поменял, да, то есть, по гарантии, здесь вопрос уже, наверное, о том, хочет ли бренд иметь в себе лояльных клиентов, да, то есть, если хочет, то он это сделает, не только хочет, но и может, да, потому что любой бренд, естественно, хочет иметь лояльных клиентов, но не все могут себе это позволить, то есть, например, не так давно обратились с доской Санта-Круз, сломанный точно так же пополам нос, то есть, это неправильное приземление, ничего больше, это не гарантия, то есть, так сломать доску можно только, перегрузив ее при падениях, и, естественно, все об этом знают, обратились к производителю, производитель сказал, ребят, это не гарантия, мы не можем вам поменять доску, соответственно, мы что можем сделать, вот конкретно, там, с доской Санта-Круз, мы сказали, извините, ребят, но мы вам, кроме того, как можем предложить какую-то скидку на следующую покупку, ну, приличную скидку, там, до 50%, так скажем, 50% на человеке предложили, я не знаю, чем закончился этот вопрос, но бренд Санта-Круз, по сравнению с Бертоном он маленький, объем продаж очень маленький, доход тоже маленький, соответственно, они не могут на себя повесить вот такую тяжесть, даже какую-то одну доску, ну, скорее всего, такие моменты, это не одна, там, я не знаю, к нам в сезон приходят со сломанными досками от падений, ну, не знаю, ну, штук 10, как минимум, ну, разных брендов, я имею в виду, то есть, поэтому, это все вот такие переломы, это на усмотрение брендов, поэтому, это надо присылать фотографии, или присылать доски, будут рассматриваться, по доскам, скорее всего, все, да, ну, есть еще такие моменты, как кто-то вам въезжает, да, вот в нос, там, здесь вот прям видно, явно видно на доске удар, кто-то въехал, или это может так же случиться, когда вы джибите, вообще, как бы джибинг, ну, сноуборд не предназначен для джибинга, да, то есть, понятное дело, сноуборд, это непринужденное катание на горном курорте по снежку, а вот, что касается всякие перила, тут вообще, очень жесткая тема, сами понимаете, подвергаются доски еще большим нагрузкам, каким-то ударам, ну, гарантийных случаев в этом сегменте катания, ну, я не знаю, ну, их нету, да, нет гарантий на такие вещи, когда вы просто куда-то улетели, все эти удары, все эти, все видно, да, то есть, почему причина какого-то расслоения видна, из серии террорист, из серии покупательского терроризма, да, то есть, вернули доску, писали описание, что что-то она там, вот, она где-то там, что-то там вспучилось, что там где-то, какой-то, ну, что-то, в общем, что-то не так, доска новая, не катанная, да, то есть, человек ее получил, какое-то время она у него была, потом он пишет письмо, что что-то вот мне доска не понравилась, дайте вернем, ну, в течение там, каких-то там, по-моему, двух недель или недели в интернете покупки, вы можете вернуть товар, да, без причины, но конкретно эта доска, она, по-моему, была дольше, находилась у покупателя, и потом он нам прислал какое-то описание, в итоге ее поменяли, но когда она приехала к нам, мы увидели такую картину, да, что вроде бы все нормально, но вот в одном месте, сбоку, видно, действительно, вспучилось, вспучился скользяк, но это бывает в тех случаях, когда доска, когда вы ее ставите, вот так вот, где-то около стеночки, да, там на курорте, или дома, или где-то, не знаю, в очереди в кассу за билетом, ставите ее не очень удачно, и она ровненько вот так вот, пинц, и падает на бок, скрывается вот как раз вот это вот торчащее ухо, оно от удара сплющивается скользяк, вскрывается, то есть это, как сказать, типичное место для поломки доски, которое не является гарантийным, так вот, вот эта доска, вот здесь вот она упала, здесь как раз видно, что вспучен скользяк из-за этого, она заклеена, там, то есть вот прям тут чувствуется шершавым клей, да, то есть она залита чем-то, заклеена, мы максимально попытались заклеить, на это, естественно, никто в описании не обращал внимания, да, то есть доска, за доску мы уже вернули деньги, а когда она к нам пришла, оказалось, что эту доску, ну, просто тупо уронили, заклеили и пристали нам обратно, может быть, это произошло и не по вине клиента, может быть, это где-то в магазине произошло, я не знаю, я не буду ни на кого наговаривать, но однако вот такой, так скажем, терроризм, с моей точки зрения, присутствует, то есть эта доска явно не гарантийный случай, вот что касается терроризма, ну, или вот еще один, например, пример, пример такого же терроризма, и как раз мы плавно переходим к одежде, пишет нам претензию по куртке, в общем, придумывает какие-то, какие-то совершенно разные истории, что что-то у нее там промокает, что-то тут то, что-то тут не то, в общем, ребята соглашаются поменять, потому что, ну, какая-то странная ситуация, и что же мы видим, когда приехала куртка к нам, что с ней все в порядке, но у нее просто подран бок, то есть вот это тоже типичное место для сноубордиста, сноубордист берет доску, там носит ее подмышкой, кант острый, трется по одежде, конкретно тут просто подран бок, до дыр, естественно, про это самое человек не писал вообще, то есть куртку ему поменяли, там, или вернули деньги, то есть вот это вот как раз тоже называется покупательским терроризмом, естественно, такому человеку мы, скорее всего, ну, больше ничего не будем продавать, потому что это была онлайн продажа, и у нас все ходы записаны, ну, то есть типичные вещи, вот как протертый бок вот здесь, вот это не является гарантией, то есть гарантией может являться что? Гарантией может являться вещь, которая расходится по шву, да, то есть вот есть вот такой пример, поменяли комбинезон, он расшелся по шву, хотя, честно говоря, тоже мне кажется, что чтобы настолько сильно разошелся шов, тем более это плечо, то есть, возможно, что просто кто-то задел, там, не знаю, за ветку, но следов нет, так скажем, но вещь разошлась по шву, это является гарантийным случаем. Ну, в общем, одежда по швам, не только одежда, вот, например, тут есть и какая-то защита, когда есть брак, ну, мало ткани в шов дают, припуск, да, как так называется, то же самое касается перчаток, варежек, то есть, вот есть варежки, у которых просто мало ткани в шов дали, и она, ну, оттуда выдернулась постепенно. Есть еще такая вещь, как получение ущерба при перевозках, то есть, вы путешествуете с сумками, с чехлами, вот вам приезжает сумка такая, да, вы на ней видите там, например, какой-то порез вдруг, или вот как вот в данном случае просто оторвалось колесо, то есть, так как эти сумки путешествуют где-то на каких-то этих лентах, ленты, как правило, с какими-то железными каркасами, если что-то где-то задело, зацепилось, может оторваться, то есть, вот, там, конкретно с этой сумкой, я, наверное, лет, не знаю, сколько, шесть, семь, восемь, ездил, тут даже поменял себе колеса на скейтовые такие, сделал прикольные, чтобы сумка была, отличалась от таких же, хотя, да, кайновские сумки, например, да, они по цвету и так отличаются, если они не черные, в общем, выносят мне эту сумку, колеса нет, обычно в этот, при таких случаях, вам надо обращаться в администрацию аэропорта, то есть, это ущерб, полученный по вине, компании-перевозчика вашего, а никакая гарантия этого не покроет, но при этом, у нас есть запчасти даже для этого, то есть, есть вот эти колеса, они полностью, вот, колесные арки в сборе, вы просто обращаетесь к нам, 500 рублей, по-моему, стоит вот этот вот набор с колесом, его может любой металлоремонт, или там, человек, имеющий руки, и клепочник, заменить вам весь этот блок, и будет у вас все работать, у нас есть много запчастей, есть всякие ручки, есть вот эти вот, какие-то боковые защиты, пластиковые, обращайтесь к нам, мы вам поможем, всегда, похожее, аналогичное со сноубордом, это скейтбординг, да, со скейтбордингом, вообще, еще очень сложно, вы можете купить доску, и через два часа, она у вас может сложиться, от неправильного приземления, такая же ситуация, кстати, с кикскутерами, да, бывает, что очень все это сложно определяется, не любой специалист это определит, и скорее всего, это какие-то нюансы, которые возникают между покупателем, и там, магазином, то есть, кто-то лояльно отнесется, кто-то не очень лояльно, то есть, вот, например, расслоенная доска, к сожалению, так случилось, да, мы ее поменяли по гарантии, тут человек очень красиво шкурку клеил, он, скорее всего, потратил очень много времени и сил на наклеивание так красивой шкурки, и тут доска расслоилась, подвески тоже, да, подвески это то, на чем вы по граням, собственно, и скользите, конечно, они царапаются, убиваются, но вот, например, гнутая подвеска, скорее всего, это будет гарантийный случай, потому что закаленная ось, она не должна так гнуться, она просто не должна гнуться, тут возможно, что просто не закаленную, или недостаточно закаленную, то есть, например, у бренда Independent, да, тоже у них есть такая вещь, как пожизненная гарантия на подвеску, но это не значит, что вы ее можете стереть в хлам, и вам ее поменяют, да, они просто рассматривают какие-то такие моменты, когда подвеска более-менее целая, но где-то вдруг у нее треснул вот этот корпус, который литье сверху, или там погнулась ось, то есть, это может быть гарантийным случаем, а когда вы ее в хлам стерли, и она уже просто вот, ну, там не на чем держаться, тогда, конечно, никакой гарантии на это нет, ну, в общем-то, на этом, наверное, все, мы закончим видео, оно и так получилось длинное, так как, в общем-то, достаточно, это обширная тема, гарантия, обращайтесь к нам по любым каким-то вашим проблемам с оборудованием, которые вы купили у нас, мы вам поможем, чем сможем, ну, либо, как я уже говорил, константируем факт, что, ребята, извините, но тут, так скажем, можем, может быть, вам предложим какие-то другие ништяшки, типа, дополнительных скидок, мы пытаемся быть лояльными, пытаемся сделать так, чтобы вы были лояльны нам, поэтому, давайте дружить, давайте не будем, террористами, про которых я объяснял, хорошего вам лета, хорошего катания, скейтборд, велосипед, может быть, на сноуборде, кто поедет кататься в какие-то другие снежные районы, всем удачи, всем пока!